Новогодний стол. Курица, оливье, селёдка под шубой, нарезка. Эти с детства знакомые нам блюда стоят на каждом столе в каждую новогоднюю ночь в каждой семье нашей страны. Одинаковые блюда в одинаковых салатницах на одинаковых столах. Но наши повара из самых обычных продуктов приготовят что-нибудь необычное. Посмотрите внимательно, какие продукты есть у вас в холодильнике. Ну, конечно, вот свинина, допустим. Какой русский человек не любит быстрый, я хотел сказать, быстрые езды? Какой русский человек не любит рецепт, быстрый рецепт из свинины? Я вот сегодня, смотрите, что нашёл. Свинина, маринованные груши, немного сыра, немного мяты. Это обычные продукты, которые можно купить в магазине шаговой доступности. Итак, друзья мои, конечно же, да, из этих простых продуктов можно приготовить не только, как вы, наверное, подумали, свинину по-французски. Но я вам предлагаю тоже очень интересный, очень простой рецепт, который не заставит вас просидеть целый день на кухне, но в то же время он вас непременно порадует своими вкусовыми решениями. Итак, смотрите, что я делаю. Я беру свинину, вот такой кусок. Прожарить свинину перед запеканием правильно. Свинина, дама, нежная и не терпит состояние полуготовности. Она требует высокой температуры и долгого времени приготовления. Следите за этим, если не хотите, чтобы 1 января были сюрпризы. Мне сегодня достался интересный. Срежу излишний жир, потому что свинина, конечно же, мясо, насколько вы знаете, жирное. По большому счету можно сделать из него 2 кусочка, потому что будет долго готовиться, поэтому что я сделаю? Я разрежу, наверное, его пополам. Сделаю вот такие вот надрезы, как такие своеобразные карманчики. Раз. И два. Свинину подготовил уже. Теперь я беру консервированную сладкую грушу. Продукт достаточно доступный, недорогой. Поэтому я не думаю, что возьмем какие-то с ним проблемы. И режу вот такими вот кубиками. Для того, чтобы приготовить праздничный стол, не обязательно бегать в магазин, покупать какие-то дорогостоящие продукты, там говяжью вырезку, допустим, или еще что-то. Вот можно взять обычный свиной карбонат, немного груши консервированной. И приготовить не совсем такое обычное блюдо. Так, я дорезал грушу вот такими крупными кусочками. У меня это все получилось. Мне нужна будет цедра лимона, для того, чтобы придать дополнительный аромат. Натру ее на терке. Натру ее на мелкой терке, для того, чтобы мне придать вкус. Смотрите, какая терка волшебная. Да, я тру-тру, она не сыпется ничего. Потому что что? Есть специальный кармашек здесь. И вся цедра у меня здесь. Закончил я с этим. Натру сыр. Ну, его можно тереть как на мелкой терке, так и на крупной. Не хочется такого жирного блюда, поэтому я не стал использовать майонез. Я возьму немножко сладкой груши, соленого сыра, смесь пятиперцев. Всегда используйте подобные вещи, потому что очень хороший, сильный аромат идет. Сразу аппетит прям взыграет у вас. Теперь я возьму мяту. Ароматы будут фантастические. Поэтому не стоит, друзья мои, расстраиваться, если у вас нету каких-то своеобразных продуктов, и вы хотите приготовить какой-то праздник у себя на столе. Можно воспользоваться обычными продуктами, просто немножко по-другому подойти к их приготовлению. Я бы сказал, не банально, не банально подойти к их приготовлению. Ну, в данном случае, в принципе, я ничего такого не банального не делаю. Я просто беру, наверное, такие продукты, которые, казалось бы, не совсем, может быть, сюда подходят. Ну, ладно. Тем не менее, немного сиропа капну грушевого. Слегка вот так вот. Так. И теперь что я делаю? Теперь я все это дело положу в свинину. Главное, чтобы мне хватило, но если что, я еще дорежу. Так. Первый кусочек готов. Второй кусочек свинины. С ним делаю то же самое. Смотрите, надрезал. Все очень просто. Никакого чеснока, никакого майонеза, никакого лука. Хотя чеснок, в принципе, я буду использовать, но чеснок я буду использовать только при жарке. Я хочу, чтобы был просто легкий аромат чеснока, но по вкусу его нигде не прослеживалось. Итак. Второй кусочек набил. У меня даже здесь немного еще и осталось. Если у вас нет консервированной груши, можете использовать, например, персики. Только будьте с персиками аккуратны, потому что персики все-таки мягкие. И с ними будет немного тяжеловато вам, да? Потому что они могут просто легко превратиться в кашу. Теперь я аккуратно заколю свинину для того, чтобы просто у меня моя начинка не убежала никуда. Вот так вот аккуратненько я это сделаю. Я думаю, что зубочистки есть у всех, поэтому особой проблем с этим не будет. И теперь я буду панировать свинину. Я хочу ее запанировать в сухариках. В принципе, вы можете к этим сухарикам добавить, если есть у вас орехи, мелко их измельчить. Добавить орешки тоже будет очень хорошо. Сейчас немножко добавлю я водички. Немного соли. Перца. Так. И все. Теперь я беру в сковородочку сухарики панировочные. Перед этим я налью масло в сковороду, для того, чтобы у меня уже процесс пошел. И вот эти кусочки свинины я аккуратно сейчас запанирую в сухарях. Панировки много делать не буду. Не люблю, когда большой слой панировки, поэтому вот так вот у меня получается. Смотрите. Все очень просто. Все очень просто. Сегодня можно избежать вот этого рецепта, как свинина по-французски, который очень любит готовить. Ну, в принципе, я сам люблю это блюдо. Очень простое, вкусное. Вот этого рецепта во Франции, конечно же, нет. Я даже не знаю, почему это блюдо так называется. Честно говоря, не вникал в историю. Но вот свинина по-французски сегодня у нас пока ушла на покой. Масло уже нагрелось. И вот эти кусочки свинины аккуратненько ставлю на огонь. Возьму чеснок. Вот так его я раздавлю. И прямо такими целыми зубчиками его и закину в масло, для того, чтобы просто придать аромат. Я добавлю немного розмарина тоже в масло. Масло сейчас впитает в себя вкусы розмарина и чеснока, поэтому все-таки преобладать у меня будет мята, а розмарин будет такой, знаете, легким шлейфом таким будет в этом блюде прослеживаться. Куски у меня достаточно толстые, такие большие, поэтому для того, чтобы довести мне до ума мое блюдо, мне нужна будет духовка. Духовку я уже включил. Так, теперь я беру эту свинину и выкладываю ее на противень. Так. Опа! Опа! Ух! Какие запахи! Чеснок! Зубочистки мне уже не нужны. Так. Я их вынимаю. Итак, свинину я теперь отправляю в духовку. Время приготовления будет зависеть от размера куска мяса, который вы приготовили. Поэтому у меня сейчас здесь кусочки такие достаточно большие, да, поэтому 15-20 минут для свиного карбоната в таком виде будет достаточно. Сейчас мне нужно приготовить соус из красного вина. Я беру красное вино, вы можете взять для этого блюда, в принципе, полусладкое. Вино, ничего страшного, потому что я использовал в рецепте сладкие груши. Поэтому вино может быть полусладкое. Я добавляю вино. Сразу можете хорошо нагреть вашу сковороду или сотейник, для того, чтобы вино стало выпариваться. Если будет достаточно жидкий ваш соус, вы можете использовать сливочное масло, для того, чтобы его загустеть. Сливочное масло у меня есть, поэтому в процессе я посмотрю, нужно оно мне будет или нет. Возьму мяту. Мелко это все вот так вот режу. И смотрите, да, я взял что? Свинину, груши, сыр и вино. И еще у меня, видите, здесь есть лист салата, на который я буду выкладывать свинину. И, в принципе, все. Нормальное, хорошее праздничное блюдо, которое не требует каких-то дополнительных вложений, каких-то побегов в магазин за какими-то эксклюзивными продуктами. Все достаточно просто, друзья мои. Из простых продуктов готовим себе праздник. Вот чем я сейчас и занимаюсь. Вино у меня выпаривается, свинина в духовке. Теперь я добавлю порезанной мяты, для того, чтобы мой соус был такой прям насыщенный, мятный был. Оу! Ага, работает, да? Магия телевидения. Теперь добавлю немного сиропа. Так. Соус у меня уже подвыпарился. Теперь мне осталось только добавить немного сливочного масла. Берите всегда холодное сливочное масло. Никогда не берите растопленное, потому что, если вы возьмете растопленное, то никакого эффекта у вас не будет. Поэтому сливочное масло разгоняю его вот здесь вот в сотейнике, для того, чтобы у меня получилась такая однородная консистенция, более густая. Так. Осталось только мне теперь попробовать. Отлично. Единственное, конечно, надо немножко добавить сольки. И теперь я достаю мясо из духовки, друзья мои. Все, момент подошел. Мясо простояло у меня в духовке, оно уже готово. И теперь я его вытаскиваю. Вытаскиваю. Смотрите, что получилось. Какая получилась красота. Посмотрите. Груша, сыр. Видите, груша даже полезла наружу, потому что волокна начали сжиматься, мясо приготовилось. И теперь что? Теперь я беру, наливаю соус. Вот так вот. Беру такую красивую тарелку. И теперь буду нарезать. Нарезать мясо на кусочки. Что касается мяса на новогоднем столе. Новогодний стол исполнен символов. Безусловно, должно быть мясо. Мясо как символ силы, как символ энергии, как символ крови. Живое, настоящее горячее мясо необходимо на новогоднем столе. Конечно же, можно тут мелко не резать. Может, тут крупными кусками нарезать. Положу его вот так вот сюда. Так. Рядом здесь. Беру второй кусок свинины. Также я его на такие крупные куски режу. Ах, какая красота! Какая красота, друзья мои! Так. Свинина готова уже. Посмотрите, никакого майонеза. Можно я кусочек попробую? Ну-ка. Ну-ка. Отлично. Это сюда. Теперь возьму соусник. Вот так поставлю. Листья салата. Немного для украшения. Потому что, конечно, к такому блюду, мне кажется, даже и гарнир нам не нужен, потому что и так здесь все достаточно гармонично. Так. Немного мяты. И можно даже добавить розмарина. Лишними они здесь не будут. Так. И немного перца. Итак, всем доступны и всем знакомые продукты. Свинина, груша, вино и сыр. Казалось бы, куда проще. Да, друзья мои, все гениальное просто. Я сегодня приготовил очень интересное, очень вкусное блюдо для вашего праздничного стола. И желаю вам приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!